Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем читать псалтырь царя Давида Господи, помяни царя Давида и всю кроту всего И сегодня мы будем читать и исследовать 47-й псалом 47-й псалом свидетельствует, как велик Господь в своем царственном граде Которого он защитник. Град Божий — это люди Божии Об этом говорится со 2 по 4 стих Далее говорится о том, как собрались враги народа Божия на погибель себе Об этом говорится с 5 по 8 стих И далее мы сами видели одно из чудес О которых слышали от наших предков Мы полны благоговений перед тобой Это тема с 9 по 11 стих Пусть радуются города иудейские, пусть осмотрят Иерусалим Спасенный Богом от врагов и неповрежденный Это Бог наш на веки и веки Об этом говорится с 12 по 15 стих В греческой Септуагинте этот псалом имеет надписание Псалом песни Псалом песни сынам Кореевым на второй день недели Второй день недели То есть этот псалом должны были исполнять во второй день недели Второй день недели, получается, по отношению к ветхозаветному календарю Это понедельник Потому что воскресный день был первый день недели Как сказано в Евангелиях Воскрес же Христос за утро Первый день недели Но в теперешней нашей христианской ситуации У нас воскресный день стал седьмым Поэтому второй день недели — это понедельник А что было сотворено в этот день Когда мы читаем Писание, мы видим, что Господь в этот день Усовершенствовал то творение, которое он начал созидать в первый день То есть было продолжение великих дел божьих И сам текст псалма «Велик Господь и весьма славен в городе Бога нашего на горе его святой» Город — это символ собрания народа Божия То есть для нас христиан — это церковь А гора — это то, что обозначает духовный рост этих людей Иными словами, содержание этого стиха можно прочитать так «Велик Господь и весьма славен в народе Божием», то есть в народе своем В их приближении к себе Вот так Потому что гора указывает на духовный рост По еврейской традиции этот текст читается песнь Псалом для сынов Караха «Вели Господь и достохвален в городе нашего Бога на горе святыни его» Но, собственно говоря, народ Божий — это и есть его святыня Потому что избранные Богом люди — это святые люди То есть взятые в удел Божий То есть выделены из всего мира А дословно по-еврейски святость — это отделенность И третий стих Но его надо читать вместе со вторым «Велик Господь и весьма славен в городе Бога нашего на горе его святой» Это второй стих И третий «Благоустроенной радости всей земли» Это горы Сионские Северные стороны Город царя Великого Когда говорится о горах Сионских Имеется в виду возвышение, духовный рост В исполнении божественных заповедей Которые прозвучали именно вот с этих гор Сионских То есть Синайской горы По Амбросию Медиаланскому Вот это слово Значит, что гора святая Это благоустроенное место По Амбросию Медиаланскому Это как бы благо коренное место Крепко утвержденное святилище Помещенное на святой горе А может быть и храм Соломонов Здесь имеется в виду Там Господь прославляется Там Господь прославляется Значит, этот Соломон относится К тем временам Когда будет во второй день недели Совершаться служение в храме Но мы уже знаем, что Давид и составлял Этот сборник Псалтири Для того, чтобы использовали Именно эту книгу Для служения в храме Которую он мечтал построить Но Бог ему этого не разрешил А поручил это его сыну Таким образом, Давид как бы приготовил Весь чин богослужебный Для будущего храма Создал этот требник, если хотите В Ветхозаветной церкви И требник, и молитвенник В одном лице Это богодухновенная Псалтирь И далее мы читаем Бог в жилищах Его ведом Вот это очень как бы Интересная здесь тема То есть Бог ведом не везде Бог в жилищах его ведом Когда защищает его Что значит, когда защищает его То есть Бог познается В его храме Через действия Бога По защите этого храма Давайте посмотрим, как этот стих Будет звучать С Масоры Бог в его дворцах Ведом Как твердыня То есть Твердыня, которая защищает Эти дворцы То есть как Такой Твердый фундамент На которых Вот Здание этих Дворцов Разных отделений Храма Все Укреплено Надо сказать, что Фундаменту в Библии Придается очень большое значение Например, в Нагорной проповеди Христос говорит, что Если дом устроен на песке То разольются реки Подуют ветры И он опрокинется А если дом основан на камне То есть на твердыне некой То подуют ветры Разольются реки И они ничего не смогут сделать По отношению к этому зданию А Христос и есть Краеугольный камень На котором зиждется Все строение Божие Осуществляется все домостроительство Нашего спасения Поэтому, когда говорится Бог в жилищах Его ведом Во дворцах Его ведом Имеется в виду храмы Божьи, в которых проповедуются Чистые учения церкви А церковь – это прежде всего Народ Божий Который в чистоте содержит Евангельскую веру Ибо вот цари земли Собрались Сошлись Вместе То есть некий такой Глобализационный проект Когда народы стали Злоумышлять Против Бога И помазанника Его Христа Его Об этом говорится Более подробно Во втором Псалме Сошлись Вместе Имеется в виду На некий такой Совет Нечестивых Совет Нечестивых Они Сошлись Вместе Сейчас мы видим Как вот Пытаются Сойтись Вместе Там немцы С французами Хотят жить вместе С итальянцами Там с другими Народами Но британцы Не выдержали Этого Такого Смешения Народов И языков Они сейчас Пытаются Отделяться Почему А у них Все-таки Более островное Восприятие Жизни Они Как бы Естественно Отгорожены Вот этим Ла-Маншем От Мира Западной Европы Вот это Островное Ощущение Своей Культурной Идентичности Национальной Реальности Помогает Им Сохранять Хоть какую-то Самобытность А иначе Все растворяется В таком Вавилонском Смешении Вавилонском Смешении Не случайно Что Здание Европарламента В виде Вавилонской Башни С этими Зекуратами Потому что Это как бы Новое Смешение Народов И языков Но оно Не увенчается Успехом В книге Прока Денила Сказано Что Они не смогут Соединиться Потому что Этот Истукан То есть Всемирная История Человечества Которая Представлена В книге Даниила Как некий Истукан Его окончание Ноги Это смесь Глины Железа Там непонятно Что Мусор Всякий И они Никогда Не соединятся Потому что Они очень Разнородные Действительно Румыния И Франция Германия Там И Италия Болгария Там И Испания Ну Как они Соединятся Ничего У них Не получится Этот Истукан Рано Или поздно Он Рухнет То есть Этот Глобориационный Процесс Он Не увенчается Успехом Ибо Вот Цари Семьи Земли Собрались Сошлись Вместе Они Видят Сие Удивились Смутились Поколебались А что же Они Видят Они Видят Как бы Непреоборимость Сиона И чудные Дела Божие Вот так Пишет Афанасий Великий И Феодорита Кирский Тоже Настаивает На этом Истолковании Они Пытаются Свои Глоборизационные Процессы Втащить Церковь А церковь И есть Сион В современном Мире Но Церковь Не хочет Участвовать В этом Свальном Грехе Фавилонского Такого Смешения И Церковь Дистанцируется От этого Свального Греха Глоборизационных Процессов Трепет Объял Их Там Постигли Болезни Как бы Рождающие То есть У них Такие Муки Как будто Они беременны Чем-то Как будто Беременны Чем-то А чем Беремен Этот Современный Мир В своих Глоборизационных Процессах Кого Он Собрался Родить Антихриста Для этого Они делают Смешение Народов И языков Строят Новую Вавилонскую Башню Чтобы Появился Тот Который Достроят Эту Башню Как вызов Богу В древности Это был Немрод Прообраз Антихриста А в последние Дни Это будет Сам Антихрист Который Будет Рожден А здесь Вот Седьмой Стих Говорится Трепет Объял Их Там Постигли Их То есть Схватки Болезни Как бы Рождающие То есть Они хотят Породить Антихриста По массоре Это будет звучать Так Дрожь Охватила Их Там То есть Они Трясутся Прямо От Нетерпения Когда же Родится Их Антихрист Дрожь Охватила Их Там Содрагание Как Урождающие То есть Схватки Конвульсия Сотрясание Всего Тела А Конец Всего Этого Сильным Ветром Ты То есть Господь Сокрушишь Корабли Фарсийские Корабли Фарсийские Что они могут Означать Это Наиболее Обширные Такие Плавающие Крепости Дальнего Плавания Которые Были В древности Они достигали Фарсиса В Испании Здесь Вероятно Разумеется Народы Отличающиеся силой Богатством Славою То есть Сильным ветром Ты сокрушишь Вот этих Которые Объединились И корабли Фарсийские То есть Какое-то племя Мощное Из океана Ну По отношению К Европе Океан Это Атлантика А за Атлантикой У нас что? У нас там Америка И вот Господь Сильным ветром Разгонит И тех И других И окончание Этого псалма Как мы слышали Так и видели В городе Господа сил В городе Бога нашего Бог основал Его Навек То есть Церковь Она не Поколеблется Она будет Стоять Вечно Все эти Искусственные Построения Будут Разрушены И далее В окончании Восприняли Мы Божия Милость Твою Среди Народа Твоего То есть Господь Ведет Диалог Со Своим Народом Что значит Восприняли Милость Твою Златоуст Афанасий Великий Настаивает Что Умом Познали Сердцем Почувствовали И опытом Пережили Восприняли Мы Божию Милость Твою Среди Народа Твоего То есть Бог Разговаривает С нами С каждым В отдельности Взятым Среди Народа Своего Пока мы Едины С Церковью Вселенской Все будет Нормально И у нас Как имя Твое Божие Так и Хвала Тебе До Концов Земли Правдою Исполнена Десница Твоя Здесь Смысл Такой Что имя Божие И хвала Господу Известны Во всей Земле Во всей Земле Потому что Вот эти Псалмы Они поются По всей Планете Верующими Людьми Прежде всего Христианами В формате Многих Племен Народов И Языков Как имя Твое Божие Так и Хвала Тебе Имя Божие Это Любовь Милосердие То что Раскрывается Для нас В четырехбуквенном Имени Бога Которое Передается На славяно-русский Словом Господь Как имя Твое Божие Так и Хвала Тебе До Концов Земли Правдою Наполнена Десница Твоя А это О чем То есть Десница Это Деятельное Участие Бога В судьбах Его Народа Иона Всегда Воздаёт Правду Да Возвеселится Гора Сионская То есть Церковь Божия И да Возрадуются Дочери Иудеи Дочери Иудеи Как бы Прямое Прочтение Это Другие Иудейские Города И их Жители По отношению К Иерусалиму Вот этой Сионской Горе Иудеи Ради 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 Судеб Твоих Господи То есть В замыслах Твоих Господи И еврейский народ Должен будет Уверовать Во Христа И здесь Как бы Дочери Иудеи В прямом Смысле Вот эти Синагоги Они должны Будут Принять Веру Христову И мы знаем Что именно Так Все это Произойдет И Святые Отцы Согласно Учут Что Будет Обращение Иудейской Черри В церковь И в Библии Об этом Очень много Говорится Обойдите Сион И Обоймите Его Возвестись Обойдите В башнях Его Ну конечно Трудно Обойти Сион Божий А Вот эти Башни Имеются Ввиду Сторожевые Башни Сторожевые Башни На которых Стояли Иногда Пророки Как Пророкомост Например И некоторые Другие И они Возвещали Волю Божию Или они Поднимались На эти Сторожевые Башни Для того Чтобы Слышать Голос Божий В самих Себе Вот У малых Пророков Предлагается Такое Решение Обойдите Сион И обоймите Его Возвестите В башнях Его То есть На Сторожевой Башне То Что Оттуда Говорится Воспринимается С полным Таким Доверием Обратите Сердца Ваши К Укреплению Его И Рассмотрите Дома Его Чтобы Чтобы Возвестить Иному Роду То есть Укрепляясь От наших Противников Мы Как бы Не удаляемся От других Родов Потому что Мы имеем Намерение И их Обратить И им Возвестить Иному Роду Как мы Здесь Прочитали Обратите Сердца Ваши К Укреплению Его И Рассмотрите Дома Его Чтобы Возвестить Иному Роду То есть Иным Людям Которые Еще Не познали Путей Господних Чтобы Они Тоже Поверили В Бога И Окончание Этого Псалма Слова Ибо Сей Есть Бог Наш Во Век И Век Века Он Упасет Нас Во Веки Во Веки То есть То Успокоение Которое Мы Обретаем В Боге Уже В этой Земной Жизни Начавшись В этой Земной Жизни Оно Не Прекратится И Вечности Оно В jars Продолжение следует...